Асфальтоукладчик и каток не то, что ожидаешь увидеть на спортивной площадке, но именно они помогают подготовить будущую зону для атлетов. Модернизация спортообъекта на Ленинградском спуске проходит за счет инвесторов, которые решили благоустроить этот участок. После того, как закончат укладывать асфальт, здесь постелят прорезиненное покрытие и установят разнообразные тренажеры, кроссфит-зону, столы для настольного тенниса, а также навес, под которым можно проводить различные групповые занятия, например, йогу или тренировки борцов на открытом воздухе. Появятся здесь и раздевалки для удобства спортсменов, а также зона с лавочками и шезлонгами. Площадка была немножко старая, оборудование уже устарело. Функционал останется тот же, только будет новое, современное оборудование, будут теннисные столы, будут те же тренажеры, которые мы демонтировали оттуда в связи с тем, что они устаревшие. Сейчас будут стоять новые тренажеры, отвечающие всем требованиям и безопасности, и комфорта для занимающихся. Сразу после завершения работ территория перейдет в муниципальную собственность. Заниматься на площадке сможет каждый житель и гость Самары совершенно бесплатно. К тому же в рамках городской программы приведут в порядок и соседнюю зону для игровых видов спорта. Заменят старое покрытие, отремонтируют ограждение, установят новое игровое оборудование. Там у нас три спортивных зоны, мы планируем реконструировать их в зону, привозить в зону баскетбола, в зону волейбола и тенниса и в зону футбола. Будет ремонтироваться забор, соответственно, будут устанавливаться новые оборудования, то есть в баскетбольной стойке будет, конечно, ремонтироваться покрытие. Обновленная площадка станет еще одним центром спортивной жизни города. В Самаре продолжается акция «Самара в движении» на Первомайском спуске, в парках Гагариной 50-летие октября, а также на площади Куйбышева. Также в городе множество площадок на благоустроенных территориях. Все это помогает развивать массовый спорт, потому что каждый житель может найти занятия по своему желанию и своим возможностям. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.